Всем привет, друзья! Помните, когда я делал обзор на светильники E-Lite 480, упоминал о том, что хочу заказать более мощную версию светильника? Все-таки 34 ватта для 20 квадратов маловато, но во время доставки возникли проблемы. В итоге с третьего раза только сейчас мне привезли этот светильник. Он пришел на замену самому большому из круглой линейки светильников E-Lite 650. При диаметр составляет 470 миллиметров. При этом мощность осталась той же 50 ватт и все функции и характеристики также идентичны. То есть возможность регулировать яркость, цветовую температуру, есть режим ночника, а также подсветка Ambilight. При этом цена его стала ниже. Кстати, помимо этого продавца заказал также светодиодную ленту E-Lite, но не RGB, а обычную с белым светом. О ней я буду рассказывать в отдельном видео, так как это бюджетная серия упаковка из переработанного картона, но с логотипами и информацией о лампе. Сама лампа в коробке надежно зафиксирована с четырех сторон пенопластовыми вставками, поэтому повредить ее будет очень сложно. Основание плафона упакованы отдельно. В комплекте есть буклет с инструкцией на китайском и крепеж, перчатки в этот раз не положили. Самая широкая часть светильника это плафон и его диаметр ровно 47 сантиметров. По периметру плафона сделан обод золотистого цвета. Сам плафон сделан из достаточно хорошего матового пластика, который не хрупкий, но как видно и не жесткий. На основании светильника в два ряда по кругу расположены светодиоды. Тут идут в перемешку теплые и холодные. Общее количество 81 1-ваттный светодиод. При этом работают они в полнакалах. Это сильно сэкономит их ресурс. А вот на клеммнике сэкономили и установили обычный винтовой клеммник. Как видно один из пучков проводов идет на обратную сторону. Там по кругу расположена подсветка Ambilight, состоящая из 80 светодиодов мощностью 0.2 ватта. Быстросъемного крепления нет. Для крепления предусмотрено три отверстия, которые немного выступают над основанием для лучшего охлаждения. Плафон на лампу одевается просто. Закручивается по часовой стрелке до упора. Удобнее конечно это делать, когда лампа уже закреплена на потолке. При первом включении лампа вспыхивает и появляется в приложении Mi Home. Дальше идет стандартная операция добавления нового устройства. Сразу прилетает обновление прошивочки. Посмотрите, как сверху выглядит подсветка Ambilight. Чем-то напоминает летающую тарелку. Не обращайте внимание на временное крепление лампы. Потом она будет закреплена надежно. Как ни странно в настройках в разделе пульт дистанционного управления был прописан уже какой-то пульт. Видимо китаец прописал и забыл его удалить. Но в любом случае мне он не нужен, поэтому я его удалю. И сразу пропишу проводной диммер. Для этого просто зажимаем и удерживаем верхнюю клавишу. После этого свет идет на диммере и лампа моргнут. Теперь можно полноценно управлять лампой. Диммер с этой лампой может выполнять все пять действий. То есть включение-выключение, регулировка яркости, регулировка цветовой температуры, переключение режима основной ночник, и регулировка цвета Ambilight. Кстати в темноте эта подсветка выглядит еще более эффектно. По настройкам здесь все стандартно. Есть задержка выключения. Можно установить таймер на включение-выключение лампы, то есть составить расписание. Также есть очень удобная настройка режима по умолчанию. О смысле которого я рассказывал при обзоре предыдущего светильника, в котором кстати не было настройки параметра окружающего света, так как это настройки режима Ambilight. И вот как она работает. Если эта настройка включена, то подсветка Ambilight будет загораться каждый раз, когда вы включаете основной свет и также будет выключаться с основным светом. Теперь выключаем эту настройку и теперь при включении и выключении лампы подсветка не загорается. Но эту подсветку можно включить отдельно через приложение, где есть две вкладки основной и окружающий свет. Также независимо через приложение можно включить основной свет и при его выключении подсветка останется гореть. Но при таком режиме есть определенная особенность работы диммера. Если подсветка включена, а основной свет выключен, то при вращении диммера зажигается основная подсветка, хотя она должна зажигаться только по нажатию кнопки. При помощи диммера никакими способами отдельно подсветку не включить, только можно поменять ее цвет. Поэтому назначил отдельно включение подсветки на нажатие беспроводной кнопки. В сценариях этой лампы можно применить достаточно большое количество действий. Это стандартное включить-выключить, порегулировать яркость, порегулировать цветовую температуру, переключить в режим ночника, а также несколько настроек, касающихся подсветки. А вот на поворот кубика, к сожалению, ни одного сценария нет. В предыдущем поколении ламп, в том числе в 650, можно было поворотом кубика регулировать яркость или цветовую температуру. Здесь это можно делать только ступенчато, например, встряхнув кубик или повернув на 90 градусов. Ну и естественно, через приложение открываются максимальные возможности для настройки. Можно поменять не только цвет подсветки, но и отрегулировать яркость. А также переключить подсветку в обычный белый цвет и отрегулировать цветовую температуру и также яркость. Есть также настройка ночного света, то есть вставляете период времени, в котором яркость светильника будет ниже, чтобы особо не слепить. Ну, в пульте дистанционного управления сейчас у меня добавлен только один диммер. Также эту лампу, как и предыдущие светильники, можно связать с умным браслетом и сделать настройки так, чтобы свет выключался, когда вы засыпаете. Ну и в этой серии светильника также есть настройки Switch Flex. Как это работает, я уже показывал в одном из предыдущих видео. Также в последних версиях Mi Home появилась возможность объединять светильники в группы. Помните, в одном из предыдущих видео я рассказывал про лампу ELA 480? Вот так она смотрится на натяжном потолке. И теперь давайте сравним ее яркость яркостью новой лампы. Не забывайте, что мощность этой лампы 34 ватта. И вот максимальные показатели яркости. Включена только одна лампа и прибор установлен точно под ней. А теперь посмотрим на новую лампу. Как ни странно, яркость прикручена на максимум, но значения, как вы видите, достаточно низкие. А все потому, что включен максимально теплый свет, на котором яркость самая низкая. Теперь посмотрите, как при изменении цветовой температуры увеличивается яркость. И вот ее максимальный пик, чуть больше 110 люкс. Эта цветовая температура порядка 4-5 тысяч кельвинов. При 6,5 яркость падает. И вот смотрите, освещенность поверхности этой лампы на 40 люкс больше, чем ELA 480. При этом разница составляет примерно 60%. На камеру это незаметно, а на глаз очень видно. Сейчас я переключаю лампы между основным светом и режимом ночника. И вот что мне нравится в этой лампе. Яркость можно регулировать в широком диапазоне. От самого максимума до буквально эффекта луны при минимальной яркости режима ночника. При этом на максимуме, на мой взгляд, яркости хватает для освещения комнаты 20 квадратных метров. При высоте потолков 2,70. При этом при цене 6 тысяч модель с высоким качеством и похожим функционалом, пожалуй, достаточно сложно найти. При этом до сих пор можно купить 650 ELA, которая стоит около 10 тысяч, но имеет, конечно, свои плюсы. Все ссылки вы найдете в описании. Спасибо всем за просмотр. Ну а на сегодня все. Всем удачи. Всем пока.